Девушки отдыхают 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 Конечно, такому трусу никто проигрывать не хочет. Так что, знаешь, я думаю, что я проиграл именно в борьбе, а с точки зрения боя, не знаю, я нанес больше урона, я уронил его дважды. Так что, это просто стрёмно, у меня не поперло в борьбе, и он воспользовался этим, повалил меня. Пару раз я чувствовал, что он очень устает на тейкдаунах, и ни с того ни с сего. Он переводил меня, я останавливал вторую, третью попытку. Но на четвертую он валил меня, и у него хороший контроль сверху. Ты его очень хорошо знал, удивило ли тебя что-то в поединке, или все прошло так, как ты ожидал? Все было плюс-минус так, как я ожидал. Я знал, что он не захочет биться со мной в стойке, потому что даже если он пробьет 3-4 удара, я отвечу одним, разница будет большая. Я знал, что мои попадания будут пробивать его намного сильнее, но какая разница, все равно проиграл. Есть ли у тебя желание побиться с ним еще раз, или, учитывая всю эту драму, лучше просто забыть о нем и двинуться дальше? Однозначно, я вернусь на победную волну, докажу, что я все еще хороший, и если мне предложат этот бой, я с радостью приму его. Я знаю, что могу стать лучше в позициях, в которых сегодня облажался, чтобы он в них больше уставал, и когда мы возвращались в ударку, я был свежее. А он чуть более измотанным, так бы я лучше ловил его тяжелыми ударами и финишировал в следующий раз. И понятно, что ты хочешь немного отдохнуть, провести время с семьей, но скажи, что тебе сейчас интересно? Понятно, что рематч, возможно, в будущем, но ты все еще большая звезда, публика поддерживала тебя, люди скандировали твое имя. Интересны ли тебе какие-то конкретные бои, даты и так далее? Я думаю, сейчас мне нужно просто вернуться в зал, на беговую дорожку, и взяться за работу, набрать хорошую форму, посмотреть, как я себя чувствую, и через 3-4 месяца принять решение, с кем биться дальше. Сейчас я хочу прийти в себя, и не то, чтобы я подбит, просто проиграть такому уроду, это стремно. И если я опять буду биться с борцом, мне нужно позаботиться об этом, знаешь, потому что мне всегда было тяжело биться именно с борцами. Я беспокоюсь о тейкдаунах, недостаточно активно работаю в стойке, начинаю вязаться с ними, отдаю позиции, так что мне нужно исправить этот пробел в борьбе. Хорхе, скажи, когда ты уронил его в четвертом раунде, хорошо ли ты вложился в удар, и был ли ты удивлен, что он так быстро встал и пришел в себя? Я, блин, и да, я ведь не налетел на него после этого. Я не был удивлен, что он быстро встал, я был удивлен тем, что я не попытался оторвать ему голову, я думал, он сразу пойдет в ноги, так что... Я думал о всяком дерьме вместо того, чтобы снести ему башку, я был уставшим, он был уставшим и подбитым, и это был мой шанс, это были 5-6 секунд, чтобы отдать все силы, просто спринтануть и переломить ход боя, может быть, я забрал бы этот раунд 10-8, 10-7, но я упустил этот шанс. У тебя были неприятные поражения, я помню тот же бой с Усманом, ты был сильно разочарован. Не хочу сыпать соль на рану, но насколько тебе тяжело сейчас сидеть здесь и общаться с нами? Да, черт возьми, знаешь, как я говорил, ничего личного, но это просто стрёмно, потому что он базарил на моих детей. И по-прежнему, если я увижу его на улице, я отдам все свои силы, чтобы сломать его челюсть. Неважно, что я проиграл сегодня из-за борьбы, я все равно считаю, что он поганая ц... Хорхе, не мог бы ты рассказать, что вы говорили друг другу в октагоне после поединка, потому что нам было не слышно? Я говорил ему, ты все равно, сука, и подобное дерьмо. А он что ответил? Да, я даже не знаю, что он там ответил. Я сказал ему, ты все равно, сука, я еще доберусь до тебя. Перед этим поединком ты говорил, несмотря на эту вражду с Ковингтоном, что твоя главная цель — это пояс, и что ты не уйдешь, пока не возьмешь его. Это по-прежнему так? Мне 37 лет, я хочу выжить из себя максимум, но я смотрю на это так. Если я приду в зал через 2-3 недели, и молодые парни будут надирать мне задницу, значит, пришло время повесить перчатки на гвоздь. Если я проигрываю в зале, нет смысла выходить в клетку и проверять что-то. Но да, цель всегда — стать чемпионом, и пока я хорошо показываю себя в зале, я продолжу биться, знаешь. Сегодня у ребят из Американ Топ Тим не пошло, но у нас куча высококлассных бойцов. Когда я перестану вывозить против них, я завершу карьеру, пока что у меня все получается. И в этот раз будет так же, я вернусь в зал, и если все мне надерут задницу, то мое время пришло, но если я все еще хорош, то я выйду на следующий бой. Если выиграю его, повторю это вновь, выйду на следующий бой, и так далее. Посмотрим, куда это приведет меня. Спасибо, ребят. Спасибо всем. Колби, поздравляю тебя с большой уверенной победой. Мне интересно, как ты себя чувствуешь? Сначала 10 отжиманий, Джон. Поздравляю. Привет, Колби. Эй, привет, Хелен. Как ты? Все хорошо. Ты как? Отлично. Настоящая журналистка, которая не идет на поводу у своих чувств и не пишет, что кто-то там чего-то недостоин. Я с радостью отвечу на твои вопросы. Что там у тебя? Ну, прежде всего, поздравляю тебя с отличным выступлением и с бонусом за бой вечера. И мне интересно, учитывая ваш с Хорхе богатый опыт совместных тренировок, удивило ли тебя что-то в поединке? Нет, меня ничего не удивило. Доминантное выступление. Я надирал ему задницу с начала и до самого конца. По нему было видно, что у него не осталось сил, а я был готов еще хоть на 5 раундов на парковке, так что... Знаешь, если он захочет, мы можем продолжить и провести еще 5 раундов на улице. Или дайте мне кого-нибудь другого из Американ Трэш Тим. Они отправляют на меня своих ребят, но пусть лучше не ждут, что они вернутся целыми. Я готов вынести и двух за одну ночь. И король Майами показал это сегодня. Знаю, что после боя ты бросил вызов Дастину Порье, но какой бой более интересен и важен для тебя? Бой с Дастином или же третий поединок с Камару Усманом? Однозначно, это третий бой с Марти Фейк Ньюзманом, у нас с ним незаконченное дело. Во втором поединке в Мэдисон-Сквер-Гарден все фанаты знали, что я забрал третий, четвертый и пятый раунды. Но он на какое-то время выбыл из-за операции на руке, так что... Я подумал, почему бы не размяться на Дастине Порье, который говорит, что налетит на меня, как только увидит. Он больше меня, он гоняет кучу веса, я не гоняю, потому что я знаю, что я и так лучше в мире. И мне не нужно это преимущество в весе, так что... Дастин, скажи, где мы будем биться и едь туда со своей меркантильной женой и с дочкой Конора Паркер. Ты в свое время тренировался и с Дастином, и с Хорхе. Как думаешь, даст ли Дастин тебе более тяжелый бой, чем сегодня дал Хорхе? Ну, знаешь, всем понятно, что Хорхе вышел на этот бой только из-за денег. Не просто так он подписал новый контракт перед боем со мной, он знал, что ему меня не победить. Он сегодня показал свое лучшее выступление, это было мое худшее выступление, и он все равно ничего не смог сделать. Так что я бы побил их обоих за одну ночь. Я и так делал это по вторникам и четвергам в Американ Трэш Тим. Так что давай сделаем это. Ты наговорил кучу всего, медиа. Я готов ответить за каждое свое слово. Я человек слова, я сдерживаю свои обещания. Ты сказал, что это было твое худшее выступление, а скажи, что именно в нем было не так? Почему ты недоволен собой? Погоди, для начала я хочу сказать, блин, здесь так холодно, у меня столько льда на шее. Может быть, обогреватели какие-то включим? Потому что мне очень холодно, посмотрите, сколько на мне льда. Блин, на моей шее целый дом. Но, да, это было далеко не лучшее мое выступление, потому что я бился на эмоциях. Он был моим близким другом на определенном этапе. Но, в конце концов, он просто предатель, вор, который наговорил кучу всего, навыдумывал обвинений, постоянно врал в интервью, как всегда, потому что он лжец, он вор. Так что, да, я пошел на поводу у своих эмоций, но все равно одержал доминантную победу и показал, почему я являюсь лучшим бойцом в мире. В итоге бой был даже не конкурентным. Комментаторы сказали, что, возможно, у тебя травма колена, и Хорхе слышал какие-то слухи, что ты бьешься на обезболивающем. Это правда? Это чистая ложь. И забавно, что это всплыло, потому что я специально кое-кому сказал об этом, чтобы проверить, за Хорхе этот человек или же он за Колби. Так что теперь мне все понятно, нужно еще тщательнее подбирать свое окружение. Но теперь я король Майами, пусть Хорхе уезжает, потому что в этом городе нет места для нас обоих. Так что пусть валит, или я опять ему втащу. Не знаю, видел ли ты, но Дастин Пори в Твиттере ответил на твой вызов. Сейчас он отдыхает на Ямайке и написал, что ты бомбоклад. И сказал, бейся с претендентами в своем дивизионе. Что ты можешь ответить на это? Давай биться, бро. Ты говоришь, что накинешься на меня. Давай сделаем это. Хватит болтать впустую. Если я что-то говорю медиа, я выхожу и отвечаю за эти слова, потому что я человек слова. И знаешь, мы можем побиться где угодно, не обязательно в октагоне UFC, если хочет в парке или на улице. Мое единственное условие, пусть это снимают, чтобы мир смотрел и наслаждался, прямо как Дастин, когда Конор развлекается с его женой. Мелкий куколт. Колби, а ты говорил что-то Хорхе во время боя? Да, я говорил ему, я по-прежнему твой папочка. Ты знаешь, кто твой папочка. Я король Майами. Так что прими это избиение, как с***. Я рад, что ты принял и вышел на бой, но давайте лучше поговорим про Кейна Валаскеза. Многие люди, знаете, то, что он сделал, далеко не многие люди решились бы и сделали то же самое, но я его невероятно уважаю. И когда кто-то развращает твоего ребенка, мы все говорим, я бы так же сделал, но он оказался в этой ситуации и сделал это. Так что свободу Кейну Валаскезу, огромное уважение, и надеюсь, его скоро отпустят. Хамзат Чимаев смотрел ваш бой из первых рядов и сказал, что это фигня, а не бой. Если он побьет Бернса, он будет совсем рядом с тобой в титульной гонке. Ты рассматривал его как потенциального оппонента? Видел его бои? Я не смотрю бои людей, которые провели сколько? Три-четыре боя в UFC? Пусть лучше злиться на свою маму. Она назвала его камшотом. Это же просто ужас. Не гони на меня, бро. Гони на свою маму. Она тебя камшотом назвала. Колби, как ты представляешь свой путь к третьему поединку за неоспоримый титул? Да, мне нужно вернуться к работе. У меня нет никаких травм. Я полностью здоров. Так что я хочу биться в июле. Я думаю, это было бы идеально для меня. И я думаю, что следующий шаг – это бой с Дастином. Он столько всего наговорил. Типа кто-то из нас сядет в тюрьму и так далее. Так что давай биться. Он собрался подниматься в весе, биться с Нейтом. Но Нейт будет биться с Коннором. Так что Дастин свободен. И других боев для него нет. Так что пусть выходит и берет чек за поражение, как его дружок Хорхе. Спасибо. 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 Спасибо.